23 мая на кладбище Сатино-Русское Подольского района состоялась панихида по убиенному воину-мученику Евгению Родионову. Он был убит в плену чеченскими бандитами в день своего рождения. После 100 дней плены, жестоких пыток русскому воину и его сослуживцам было предложено снять нательный крест и принять ислам. Евгений Родионов отказался снять крест, за что был обезглавлен. На могиле крест с надписью «Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекшись от креста, казненный под Бамутом 23 мая 1996 года». 18 лет Женя Родионов находится в небесной дружине Михаила Архангела и вместе с нашими воинами здесь на земле защищает границы нашего Отечества. Возле могилы Евгения Родионова ежегодно собираются люди разного возраста и профессии – школьники, пенсионеры, пограничники, сотрудники группы «Альфа», казачества, ветераны, инвалиды ГРУ, солдаты местных подразделений. Сильные духом мужчины не скрывают своих эмоций. Их переполняют скорбь, сопереживание родным и восхищение к геройским поступкам Жени. «Батюшка сказал у Магометяна, зачем нам их бояться? Вы знаете, по словам апостола Симона Канонита, он их сказал, они безумные, не мы их должны бояться, они нас боятся. Они нас боятся, потому что мы православные, мы христиане, они безумцы, и у них страх. Я когда приезжаю к Женщику, говорю, Женщику, я тоже военный, я офицер, но ты герой, ты молодец, ты настоящий герой. Мы тебя очень любим. Спасибо Господи». На иконах лик воина-мученика, к которому отныне перед опасными боевыми заданиями обращаются современные защитники Отечества. И Евгений Родионов им помогает. Его небесное покровительство чувствуется, дает силы и уверенность в победе. «Когда казаки нашей общины отправлялись в Крым, мы молились архистратигу Михаилу, Николаю Чудотворцу Мерликийских и Жене Родионову. И здесь мы чувствовали, так сказать, большую поддержку и внутреннюю силу, именно дух». Наш земляк – современник, простой вчерашний школьник, солдат. Евгений Родионов – герой России. Поклонницы его могиле приезжают сюда даже из-за рубежа, признаваясь в том, что у них таких примеров героизма нет. «Святых места, в которых он жил, в частности, рядом с Подольском, и вот здесь, на этом месте, они ему дали эти духовные силы, помогли в том, что он в этих страшных испытаниях выдержал, несмотря на муки, избиения, голод. Не только один, он и своих товарищей вдохновлял на этот подвиг, чтобы они не сдались, не предали присяги своей Родины». Простые верующие сердца отвечают своей горячей любовью на его беспримерный подвиг любви ко Христу и Отечеству. Количество икон, посвященных воину-мученику Евгения, уже более ста. Во многих храмах России стоят его образа. О нем слагают стихи и песни. О нем снимают фильмы. И не только у нас, но и в других странах. Слава о Жене Родионове давно уже перешагнула за пределы нашей страны. Подвиг русского юноши-солдата обладает какой-то притягательной силой для людей различных стран и исповеданий. Подвиг веры не имеет границ, и он славится сегодня по всему миру.